вообще все изначально началось с того что работники получили расчетные листки вот имеются у нас расчетные листочки в каждом расчетном листке есть по 73 часа простоя в месяце понимаете это одна третья часть от общего количества часов то есть это достаточно большой объем и вот все истцы которые участвовали то есть четыре человека у всех у них имелись вот эти простое все это началось конца февраля март полностью был апрель данные же работники в интересах которых мы сходимся они повременщики то есть им платят заработную плату за фактически отработанное время сколько часов отработал столько те заплатили не важно что там где да это тоже самое вот пример можно привести самый банальный слесарь работает ремонтирует чинит станок он его отремонтировал сделал и остальное это время он сидит пока станок не сломается но ему никто простойные листы не оформляет оформляет оформляю документы на этот дом я работаю таким образом шесть лет ни о каких простоях я никогда не слышала и вот приказ о простой который мне впервые предоставлен чтобы я расписалась был для меня честно для того что не обиданных я таких простоев на предприятиях я не слышала полагаю что оснований для взыскания заработной платы в размере тарифной ставки за период простое сов не имеется введение режима простоя было обусловлено объективными причинами организационного характера в данном случае осуществление провесок вагонов с обходами за смену напрямую зависит со складом выпуска изготовления основной продукции предприятия и работа во время простое и сам не поручалась и не выполнялась время простое соответствует трудовым годом это рабочее время работники не освобождаются от исполнения своих обязанностей но работодатель платит зарплату только за выполнение той работы заполнение этой функции для которой мы приняли на работу данный прием из датчиков абсурдная ситуация платить работнику за соблюдение им правил интернету другого распорядка то есть за его бездействие в данном случае как гостица пояснила выполнение ее обязанностей непосредственно занимает два часа остальное время и работа не получается и вот и никак не выполняется то есть это получается что на перевеску работник тратит три часа они считают но работодатель считает что остальное время она ничего не делает и поэтому они оформляют простойный листок но при этом то они не понимают одного что от нее не зависит поступление вот этих вагонов она сидит и ожидает она находится на рабочем месте вот если бы они ее освобождали от не нахождение на рабочем месте но она могла бы пойти домой примеру работодатель наверняка бы знал что время простое составить примеру не два часа а там примеру шесть часов ну что и делать на рабочем месте есть у него простой она может уйти домой в 2016 году и в 2017 году рабочий процесс вообще никак не изменился вообще не на йоту как работали в 16 так работает 17 мы подали иск и после этого работодатель он прекратил свои вот эти вот так сказать и действия по оформлению простойных листков но это сути дела не меняло заработная плата уже начислена меньшим объеме поэтому мы пошли представлять интересы работников суде